Всем привет! На связи Константин. Давайте займемся среднечастотным басом. То есть сейчас помимо бочки есть бас, который играет в сабовых частотах, то есть в самых нижних. Теперь нужно наслоить на этот саб mid-бас, то есть бас, который дополняет сабовый бас уже в средних частотах и частично в верхних частотах. Как правило, такой бас состоит из нескольких синтезаторов, то есть несколько дорожек, которые наслаиваются друг на друга с различными тембральными характеристиками и которые в целом составляют такой плотный среднечастотный бас. Первую дорожку сделаем на основе Spire при помощи вот этой кнопки Init, сбрасываем пресет и начинаем работать. Я примерно представляю, как он должен звучать. То есть если послушать треки в подобном стиле, то можно понять, как он звучит, но как его сделать, тут существует несколько способов. И вот я буду сейчас пробовать создавать свой собственный. Один из них я сделаю сам, остальные можно уже на основе пресетов каких-нибудь добавить. Итак, бас будет на основе пилы. Включим первую дорожку. Партия выглядит следующим образом, то есть на каждую долю приходится три ноты 16-й. Дальше уже начинаем настраивать. Выпускаем октаву. Сразу убавим средств фильтра. Здесь сразу по умолчанию идет привязка к огибающей, которая управляет срезом фильтра. В принципе она нам пригодится, но единственное, что нужно ее будет поднастроить. Выберем количество голосов. Оно может быть совершенно разным. Ну, например, начнем с пяти голосов. Сделаем его широким, первый инстиллятор. Сразу можно настроить амплитуду огибающей амплитуды. Дальше переходим к следующему осциллятору. Выбираем второй. Выберем два голоса. Опустим на две октавы уже. То есть, чтобы бас звучал в том числе и в басовых частотах, в самых нижних, сабовых. Но потом это дело можно будет обрезать для того, чтобы звучала дорожка с басом. Далее можно также сделать центральный голос. То есть, центральный осциллятор. В первых двух осцилляторах вся голоса запускается с разных позиций. Беллообразного сигнала третий можем назначить так, чтобы один голос, например, звучал с определенной фазы, то есть с определенного момента. Делается это при помощи вот этого регулятора. То есть, если она на нуле, то запуск произвольно осуществляется. Если же мы устанавливаем позицию, то с определенной позицией, соответственно. Можно изменить немного форму волны. То есть, у нее пилообразную, например, приблизить ее к прямоугольной. Кто-то пила. Сразу во встроенном эквалайзере немножко обрежем нижние частоты. Добавим компрессию. Можно добавить дополнительную атаку. Делать это не обязательно. Можно попробовать и послушать, как это будет звучать. То есть, отгибающая того же фильтра, но совсем небольшая атака. Послушаем, как звучит перегруз. И также по желанию можно добавить шоу. Отключить привязку к клавиатуре. Здесь выбрать High Pass фильтр. Убрать резонанс. И подмешать шум. Далее можно в эквалайзере попробовать добавить верхних частот. И немного в средней частотном диапазоне. Также. Сделать подъем. Также можно для удобства автоматизации использовать, задействовать колесо модуляции. То есть, привязать к нему какие-либо параметры. Например, в огибающий фильтр, в 3, Envelope 3. То есть, можно убавить значение привязки к огибающей. И назначить этот параметр. Так, Envelope 3. Amount 1. Колесо модуляции. В нижнем положении. Например, будет так. В верхнем положении. Ну и то же самое сделать с четвертой огибающей. Также привязать к колесу модуляции. И также добавить сюда же срез фильтра. Добавить резонанс. Далее мы возьмем Эквалайзер. Здесь дополнительно обрежем вниз. Все, что ниже. 120 Гц. Также добавим Эквалайзером Гейна в районе 200-300 Гц. И можно также поднять вверх дополнительно еще здесь. Далее займемся пространством. На групповом канале. Добавим Дилей. И настроим задержку на свой вкус. Ну и также дополнительно можно добавить эффект сайчейна. Как и многие инструменты в данном жанре имеют такой эффект качающий. То есть под каждый удар в бочке громкость снижается. 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 Так бы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше послушаем как это звучит с бочкой и басом. Подмешаем его по громкости. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стоятельным сенсатором можно остановиться и продолжить уже с другой дорожкой. Берем тот же Spire, загрузим какой-нибудь пресет, хороший пресет. Может подойти. И здесь уже в партии можно внести изменения. Зачастую бас играет не в одной октаве, а совершает прыжки на октаву вверх, либо на октаву вниз. Послушаем и попробуем поэкспериментировать. Очень много низа. Это не страшно, мы его так же обрежем. Скопируем эквалайзер и Volume Shaper. Посмотрим из чего состоит этот звук. Задействованы два осциллятора. Первый и второй. Первый осциллятор это два голоса. Вот такая волна. Также огибающие фильтра. Можно сделать ее поменьше. Уберем Delay внутри синтезатора. И ревер. У нас все это будет внешне. А второй осциллятор у нас выглядит следующим образом. Тут одна, две, два голоса пилы. Можно попробовать поэкспериментировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 напишем его к звуку Субтитры сделал DimaTorzok Добавим последний на сегодня синтезатор Возьмем для разнообразия Silent Здесь также можно поэкспериментировать с партией Сразу опустим на пару октавров Или на одну Сразу добавим фильтр Огибающую срезы фильтра И попробуем какую-нибудь прямоугольную волну На две октавы опустим Изменим партию Здесь можно только в первой доле Например Есть очень ярко выраженная атака Надо как-то от нее избавиться Что еще можно сделать в этом звуке? Поменять форму волны Хотя этот металлический призвук В принципе что-то свое интересное вносит Причем если менять фазу у этой волны Звук меняется Причем перикрус Причем перикрус Талим Причем перикрус Причем перикрус Покみем Дверь Смотрите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закончим с этим звуком Поиграем с Forus Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть звенящая частота, приберем ее Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом пока все, далее продолжим Всем пока!